Какой порядок слов в вопросах в Present Simple? Первое, что хочется сказать о ношении вопросов, нам нужен глагол помощник. Так же, как в отрицаниях, чтобы сказать, например, I don't like fish. Здесь do, don't. Do — это глагол помощник. Нам нужен глагол помощник, чтобы делать отрицание, и он нам нужен тоже, чтобы делать вопросы. Итак, давайте я вам напомню. Мы используем глагол помощник do с местоименеми I, you, we, they. I do, you do, we do, they do. И мы используем does с третьим лицом. He does, she does, it does. Пару примеров перед тем, как я расскажу вам о порядке слов. Where does she work? Где она работает? Does мы использовали, потому что у нас третье лицо. Или do you live in this city? Ты в этом городе живешь. Do you, потому что you мы поставили do первым. Do you live in this city? Yes, I do. Давайте поговорим теперь о порядке слов. Порядок слов в английском языке во времени present simple, да и, в общем-то, в других временах такой. Давайте назовем его по-английски quasi. Q-W-A-S-I. Q-W — это question word, то есть вопросительное слово, если оно есть. Например, why, who, when, what color, how much. A — auxiliary verb. По-английски это глагол «наш помощник», например, do, does в нашем случае. В прошлом времени это будет did, это может быть также am или is или are. Потом идет s — это subject, подлежащее, то есть кто, что, мама, папа, я, дерево и так далее. И основной глагол, обозначающий действия. Sleep, go, eat и так далее. Теперь я с вами разберу несколько предложений, которые составлены по этой формуле, и вы ее сможете увидеть. What do you do? Чем ты занимаешься? What — вопросительное слово. Do — глагол «помощник». You — подлежащее, кто. Do — это глагол, обозначающий действия. Where do you leave? Где ты живешь? Where — вопросительное слово. Do — глагол «помощник». You — ты live. Живешь. Глагол, обозначающий действия. Who do you spend time with? Who — вопросительное слово. Do — глагол «помощник». You — кто, spend time, проводить время. Это глагол, обозначающий действия. В вопросах на «да», «нет», то есть на вопросы, на которые можно просто «да» или «нет», ответить вопросительное слово нам не нужно. Например, do you speak English? Ты разговариваешь по-английски? Yes, no. Или does she live here? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, no. И теперь еще один важный момент. Вопросительное слово может быть, друзья, вопросительной фразой. Это не обязательно, что вопросительное слово состоит только из одного слова. Например, what, who, when, why — это одно слово, да? Например, what color — это два слова. Но все равно эти оба слова нам нужно ставить вперед, чтобы у нас правильное предложение получилось. Я сейчас дам вам пять предложений, в которых вопросительное слово — это вопросительная фраза. И мы ее всю должны двигать вперед и дальше обращаться с предложением по той формуле, которую я вам дал. Вопросительное слово, глагол помощник, кто что и глагол, обозначающий действие. What color is your jacket? Какого цвета твоя куртка? What color? Два слова. What size do you want? Какой размер вам нужен? What size? Два слова. How big is her house? Насколько большой ее дом? How big? Два слова. How often do you play sports? Как часто ты играешь или занимаешься спортом? How often? Два слова. How many people do you see every day? How many people? Три слова. И всю эту фразу мы ставим вперед. Еще раз, друзья, повторяю. Когда вы делаете вопрос в Present Simple, формула такая. Вопросительное слово, глагол помощник, do или does в нашем случае. Потом, кто делает действие? You, he, she, my mom, my dad. И потом, глагол, обозначающий действие, активное действие. Sleep, go, live и так далее. There are two common types of questions in English. W-H questions and yes-no questions. For example, what is your favorite animal is a W-H question. And do you like snakes is a yes-no question. What are W-H questions in English? We use W-H words to ask about different types of information. We use who to ask about a person, what to ask about a thing, where to ask about a place, when to ask about time, why to ask about a reason, and how to ask about manner. One common pattern is W-H word plus do plus subject plus verb. An example of this question pattern is, where do you live? Note that we use does when the subject is he, she, it, or a singular noun. For example, where do I live? Where does he live? Where does she live? Where does it live? Where do we live? Where do they live? Where does your sister live? Where do your sisters live? Another common question pattern is, W-H word plus B plus subject. An example of this question pattern is, how are you? Note that B changes forms with different subjects. For example, how am I? How is he? How is she? How is it? How are we? How are they? How is your brother? How are your brothers? Let's look at some more examples of W-H questions in English. Who do you want to invite to your party? What is her favorite movie? Where are they from? When does your roommate wake up? Why does he like rainy days? How do the students get to school? How are they? How are they?